Привет! Меня зовут Ваня, вы на канале Рыбокит, и я сегодня рисую гуашью на белом листе для Вики и девочки, которые участвуют в Рыбокит Клуб. Спасибо тебе, Вика, за свои рисунки. Сегодня я рисую для тебя большую вазу цветами, а чтобы тебе не показалось, что она маленькая, я нарисую ее огромной. Вот такую, вот такая ваза, большой, я бы сказал даже ванная цветов, ванная цветов, вот такую ванную ты должна нарисовать, карандашом, к примеру, и я думаю набросок на этом закончен. Дальше мы будем рисовать только гуаши, я стараюсь показать тебе, что можно рисовать не только масляной пастелью, но и гуашью, будет здорово. Теперь берем толстую кисточку, толстую или среднюю кисточку, и начинаем красить гуашью, вот так я крашу гуашью, вот так, раз и два. И получается ванная довольно такая прозрачная, голубая, ну такая синяя-голубая, да, синяя-голубая. Отлично, получилось здорово. Смываем краску с кисточки и очень тщательно стараемся смыть, прямо тщательно, 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 чтобы она была чистая, и тряпочкой вытираем. Теперь-то мы возьмем, наверное, какой цвет, я даже не знаю, давай зеленый, давай с зеленого или желтого начнем. Давай желтый сначала макнем желтый, желтый мне очень нравится, желтый самый яркий цвет, самый светлый, самый солнечный. И вот так я нарисую несколько ляпов, вот так я рисую ляпы здесь, 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 вот так, как будто солнышко из нашей ванны светит, как будто там внутри солнышко, и вот так можно еще нарисовать солнышко. Ляпы желтеньким делаем, это просто, да? А дальше мы возьмем зеленую. Постарайся взять такую светло-зеленую, к примеру, краску, я ее называю такую салатовую, желто-зеленую, но если ты возьмешь протезеленую, тоже будет здорово. И вот так вот мазнем, здесь мазнем, здесь и здесь. Она у меня немножко грязная, из-за этого получается немножко грязновато-зеленая. Ну, все равно здорово. И здесь, и здесь, и здесь, вот здесь, и здесь. И надо теперь решить, будет ли у тебя прозрачная ванночка с цветами или нет. Я хочу, чтобы она у меня была непрозрачная, не хочу. Я делал две прозрачные для тебя вазочки с цветами, а теперь у меня будет одна непрозрачная, просто голубая вазочка с цветами. Теперь я смываю зеленый цвет. Он пока что нам не понадобится. Берем-берем розовый и фиолетовый. С розовым сложнее, потому что, я знаю, не у всех ребят есть розовый цвет в доме. Как бы, ну, не всегда случается. Я тебе советую в этом плане тогда заменить на, к примеру, оранжевый. Хорошо подойдет оранжевый. И вот так помазни, 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 помазни. Сейчас посмотрим, какой у меня цвет получится. Я взял розовый, он у меня довольно старый. Я редко пользуюсь розовым цветом, потому что в природе мало что есть розового. Посмотрим, розовый, ну, розоватый, да, розоватый. Вот такие ляпы я хочу сделать. Где-нибудь розовый у меня получился, наконец-то. Мажем розовым. Что я делаю розовым? Я делаю розовым вот такие ляпы. Везде делаю ляпы. По ляпу делаю, потому что я решил сделать миллион цветов, миллион таких розовых роз. Они очень маленькие и очень красивые. Такие вот розовые ляпы. Мы просто рисуем розовые ляпы. Раз, два, три. Можно даже посчитать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, три, четыре, пятнадцать, шестнадцать, восемь, восемь, двадцать. Их очень много. Я считать, конечно, их не буду. Вот так я их делаю побольше. Везде они есть. И розовым закончили. Розовую ставим здесь в сторонку. И берем или кисточку поменьше, или же этой же. У меня есть кисточка поменьше, но я буду этой же. Потому что часто у ряпы не бывает тонкой, толстой кисточкой. Есть одна кисточка. Давайте будем как будто мы маленькие дети. Я так часто думаю об этом. Берем розовый. Нарисовали теперь фиолетовый. Берем и вот так мажем на каждый листочек, на каждый свой цветочек. Мажем фиолетовым. Мазнем фиолетовым. Вот так мазнем каждый, каждый. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И не тормози. Быстро это делай. И у тебя получат здоровский мазняк. Какая-то скажет бабушка. А потом бабушка приглядится и скажет. Сынок. Или не сынок, а она скажет внучок или внучка. Внучка, ты молодец. Ты красиво нарисовала нам цветы. И это будет здорово действительно. Такие простые вот ляпы, они превращаются в цветы. С помощью твоего таланта. Очень просто мы это сделали. Смываем кисточку. Очень тщательно. Старайся прям сильно-сильно. Хорошо-хорошо ее помыть. Чтобы она была чистая-чистая. Потому что сейчас нам понадобится немножечко белого цвета. И это для многих ребят сложно. Потому что белила кончаются быстрее всего в гуаше. В наборах гуаши. Но ничего. Надеюсь, что у тебя чуть-чуть есть. И мы хотим мазнуть. Несколько бликов сделать. У меня тоже белый цвет немножко подсох. Я не так часто рисую гуашу, как хотелось бы. А я люблю гуашу. И теперь я буду размачивать. А как я размачиваю? Немножко воды добавляю. Вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот уже белило у меня есть. Добыл я белило из старых красок. А теперь я мазну здесь блик. Раз. Мой блик. И теперь я хочу блик мазнуть на каждый цветочек. Раз, два. И старайся это сделать быстро. И одним движением. Раз, раз, раз. Раз. И не води сильно по рисунку. А просто вот так мазнуть, 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 мазнуть. И тогда у тебя каждый листочек, каждый цветочек будет немножечко блестеть. На каждый, на каждый, на каждый, на каждый. Нарисуй. Таким маленьким бликом. И я думаю, сегодня занятие закончено. Надо было простое. Я старался для Вики сделать очень простой рисунок. Я вижу, что она старается и сложно. И возможно она захочет попробовать что-то сделать кулашью. Кулашью очень красивой рисунки получаются. И совсем они сильно отличаются от тем, что ты рисуешь, например, масляной пастелью. Конечно, масляной пастелью ручки у тебя чистые. Но зато кулашью получаются сочные, яркие, неповторимые рисунки. И ты можешь просто ляпать и получать удовольствие от этого. Спасибо вам большое, что вы остаетесь с каналом Рыбакиты. Я постараюсь еще поэкспериментировать с гуашью, с акварелью и с масляной пастелью. Конечно, не забыть. Хороших рисунков и до новых встреч.